Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Вот мы с вами просмотрели про разжижение крови. Доктор нам рассказал, что вот эти все препараты, что-то пытаются они разжижать, и на самом деле они к разжижению крови толком ничего не имеют. И я как раз не зря вам рисуночки показывал, в которых первые рисуночки сколько, вернее, как организм человека теряет воду. И в зависимости от возраста, организм высыхает, и сколько бы мы воды туда не вливали, вот как будет у человека моего возраста, там, 50% в организме воды, так и останется. Больше он не возьмет, просто-напросто будет все выливать. То есть разжижение крови водой, так, как мы хотим, не произойдет. Это с позиции всего организма. Далее, с позиции крови есть, можно говорить, две большие части крови, там, форменные элементы и плазма крови. В плазме крови воды там, насколько я помню, там, 92%. То есть кровь имеет свои естественные параметры. И опять-таки, сколько бы мы туда воды, пытаемся наливать туда воды, согласно там предложенному питьевому режиму, вот как положено в плазме крови быть вот такие соотношения, а эритроцитом, лимфоцитом, тромбоцитом, вот столько там, нормально. Так она и будет. Лишнее все выливается. Хочу подчеркнуть вам. Невозможно водой туда налить и разбавить эту кровь. Она держит свои параметры. Это, можно сказать, прописные биологические, физиологические истины. Количество воды в организме человека с возрастом, количество той же самой воды в крови. Как-то на это, знаете, вот на те научные данные, которые были получены, ничего не обращается внимания. И, наконец-таки, следующее, на что я указал внимание и считал это самым главным, в том, что кровь становится более густая. Это прием пищи. Именно прием пищи, когда она поступает в кровь, делает кровь более густой, потому что туда поступили пищевые вещества из желудочно-кишечного тракта. Можно сказать, ясно и понятно там. И пока они с кровью не разойдутся по, грубо говоря, кровь их не разнесет по тканям, которые должны питаться соответственно, она будет густая, то есть загустеваешь. Именно из-за того, что мы съели. Плюс, это то, что мы съели и попало в кровь. И плюс, особенно из-за того, что на производство желудочно-кишечных соков также требуется вода. Это существенно, я как показал, сколько литров желудочно-кишечных соков образуется в течение дня у человека. Практически вся кровь уходит на это. Ну, так как она не сразу у себя уходит, а частично. То есть, вот она, какие самые важные причины, которые приводят к тому, что кровь становится густая. Это правильное потребление вот именно жидкости до еды или после еды, или там с едой. Но при этом, чтобы не нарушалось пищеварение. Либо же, чем заменить прием жидкости для того, чтобы, как мы уже знаем, что если идут овощи богатые или фрукты, богатые нежной клетчаткой, организм держит воду. Не то, что мы туда вопхнули воду и думаем, все нормально, мы выпили. Да, она сразу же вылилась. А за счет того, что вот эта вот клетчатка еще держит общую как-то воду в организме и способствует ее более-менее плавному поступлению в кровяное русло. То есть, ищется все, что угодно, рассказывается людям, что надо там гепаринить, там аспиринить и прочее-прочее, якобы разжижать кровь. Вместо того, что на самом деле влияет на нормальное состояние крови. Это не питьевой режим. А это наше питание и последующее возобновление жидкости в организме. И то, что мы едим. Что туда получается. И как едим. Если мы едим дробно, то на производство пищеварительных соков требуется гораздо меньше жидкости. И наша кровь не так будет становиться густой только по этой причине. Дробно. Одно дело, мы наелись в обед. И надо тут, грубо говоря, выделить литр сока из крови. А другое дело, мы так покушали, что выделилось там, допустим, 200 грамм. В чем разница, понимаете? Она уже не такая будет густая. И плюс, что еще после всосется в кровь. Будет ли это жирная пища, сладкая пища, белковая пища. Либо же это будут более-менее, там будут и белки, жиры, и углеводы, но не в таком концентрированном количестве, как в современном питании. Поэтому надо следить за питанием, за своим. Как мы питаемся? Чем мы питаемся? И тогда у нас этот вопрос не будет волновать. А так, получается, вот говорят о всем, чем угодно, кроме о том, что нужно. И если взять, так вот, разбирать различные там рекомендации, то вот примерно вот так вот и будет, как в данном случае с разжижением крови. Продолжение следует...